Приветствую вас. Давайте разберем сейчас ваш вопрос. Человек пишет о достаточно странном состоянии, суть которого заключается в том, что он реагирует на события, которые в его жизни произошли, обычно довольно ярко. То есть обычно человек реагирует довольно ярко на стрессовые ситуации. Но сейчас человек описывает момент, когда с ним произошло сразу несколько ситуаций, а он реагирует на это достаточно холодно, как будто мозг насильно пытается их вытеснить. Вот. И человек спрашивает, как их не забыть, как их впоследствии пережить. Вот. Ну, на мой взгляд, на мой взгляд, то, что реально вы можете в этой ситуации сделать, это, пожалуй, во-первых, наверное, ну, признать, что вы вытесняете сейчас. Вот. Ничего страшного в том, что вы вытесняете. Нет ничего такого вот прям ужасного, потому что вытеснение – это в общем и целом то, с чем человек частенько. сталкивается со своей жизнью, и все хорошо, что вот вы смогли это заметить. Потому что многие люди вообще могли бы не заметить вот того, о чем вы говорите, да, и наоборот просто… порадовались бы тому, что этого не забыло. Да, вы описываете сейчас момент, связанный с вытеснением. Вот. И, собственно говоря, вам самостоятельно справиться с этим, как мне кажется, будет довольно сложно. То есть довольно сложно вам будет самостоятельно не вытеснуть это, раз вы уже начали вытеснять. Поэтому здесь, конечно, нужна помощь психолога вам для того, чтобы эти события, ну, как вы и сами сказали, да, не вытеснили. Вот. Произошло это, как мне кажется, вследствие того, что вам очень тяжело. Ну, как бы было, да и было, возможно, и есть. То есть вам, ну, довольно трудно, вы тяжело это переживаете. Вот. И, скорее всего, есть такая идея, есть у вас, вот, вероятно, такое предозрение, что в одиночку вы с этим не справитесь. Вот. А как бы поддержать вас в этом смысле некому. Вот. И вследствие этого, вследствие этих факторов, вы как раз таки и, на мой взгляд, ну, продвигаете вот такую поведенческую сейчас модель, да, как бы защищать. Вот. Мне кажется, что если вы заручитесь поддержкой психолога, да, если вы заручитесь, вот, ну, поддержкой специалиста, ну, вот. Если вы, условно говоря, эту поддержку почувствуете, вот, то, как мне кажется, вам будет... гораздо легче. Вот. Сейчас вы этой поддержки не чувствуете и, соответственно, боитесь, что не выдержите, боитесь, что не справитесь. Сейчас. Ну, ну, реакция более чем, на мой взгляд, адекватна. Ну, на мой, повторюсь, на мой взгляд, да, реакция более чем адекватна. В том, что вы, ну, в том, как вы себя ведете. То есть вы себя защищаете сейчас. Вот. Вот. Вот, собственно, и все. Что бы я рекомендовал? Ну, в первую очередь, я бы рекомендовал найти человека, вот, который, которому вы могли бы по плану. Факт. Вот. В первую очередь. Я бы, вот, начал бы с этого. А если не получится, то тогда, именно, вот, с психологом, как бы, этот момент поговорить. Я думаю, что психолог вам поможет. И вы правы, может нахлынуть в самый неожиданный момент, когда вы к этому будете максимально не готовы. Вот. Это может нахлынуть и действительно будет довольно неожиданно. Вот. То, что вы не справитесь, это, конечно, ваши страйки. То есть как вы можете с ними не справиться, а как вы должны справляться. Вот. Ну, и я бы поисследовал немножко яркость ваших реакций. Вот. То есть, ну, вот, то, что вы плачете, злитесь, долго не можете обойти, это, конечно, сверхчувствительность, ее тоже можно скорректировать. Вот. То есть тут, в целом, возможно, несколько, несколько, такие некорректные у вас поведенческие паттерны. Вот. И установки. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь за помощью. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Става. Продолжение следует...